От пациента. Полтора месяца назад начала ныть поясница. НПВС и миорелаксанты не помогают. Консультативное заключение по представленным MR-томограмм пациента 37 лет. Дата исследования 5 марта 2022 года. Область исследования пояснично-крестовый отдел позвоночника. Поясничный лордор сглажен. Дугообразных искривлений вертикальной оси не выявлено. Появляются MR-признаки дистрофических изменений в виде снижения интенсивности MR-сигнала от межпозвонковых дисков сегментов L1-S1 на T2V вследствие дегидратации пульпозных ядер дисков. Соотношение дугоотросчатых суставов правильное, суставные фасетки позвонков несколько расширены. MR-сигнал от тел позвонков однородный. Обращать на себя внимание электролистез тела L5 до 4 мм. Межпозвонковые диски поясничного отдела позвоночника циркулярно неравномерно выстоят за пределы тел позвонков, в том числе к сзади. L1-L2. Не смещен к сзади. MR-признаков компрессии спинных корешков не выявлено. Передний-задний размер спинно-мозгового канала на этом уровне 15 мм. L2-L3. Не смещен к сзади. MR-признаков компрессии спинных корешков не выявлено. Передний-задний размер спинно-мозгового канала на этом уровне 14 мм. L3-L4 – не смещен к сзади, МР признаков компрессии спинных корешков не выявлено, передний-задний размер спинно-мозгового канала на этом уровне 14 мм. L4-L5 – не смещен к сзади, МР признаков компрессии спинных корешков не выявлено, передний-задний размер спинно-мозгового канала на этом уровне 13 мм. L5-S1 – бифораминальная грыжа до 5 мм с признаками компрессии нервных корешков с обеих сторон в сочетании с краевыми экзостозами смежных позвонков, вызывая деформацию заднепродольной связки, сужение переднего сурбахноидального пространства и межпозвонковых отверстий. Передний задний размер спинномозгового канала на этом уровне 13 мм. Заднепродольная и желтая связка нервомерно уплотнены. Эпиконус не изменен, корешки конского хвоста дифференцированы. Заключение. Умеренно выраженные дегенеративно-дистрофические изменения поясничного отдела позвоночника, МР-картины межпозвонковой грыжи L5-S1, ретро-листеза L5-1 степени. Рекомендована консультация невролога. 23 марта 2022 года. Доцент кафедры, кандидат медицинских наук Котов МА. Комментарии врача-рентгенолога. В нижнем сегменте L5-S1 есть грыжа межпозвонкового диска, которая сдавливает нервные корешки от этого и боли. Также примерно на 4 мм смещено кзади тело позвонка L5. Это тоже способствует компрессии корешков. Рентген же не стоит рассматривать как серьезный метод диагностики. Вам будет иметь смысл показаться неврологу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok